Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Мне 24 и мы 25. Два с половиной года мы встречаемся на столовой точке пения. Как уйти от мужчины, которые постоянно лежат, постоянно бухают, обзывают, во всем обвиняют? Любят, но это все надоело терпеть. Не знаю, как уйти. Потому что опять начинает писать со всеми извинениями, якобы он так больше не будет, очень меня любят. Я это как обычный вопрос, а потом все по-новому. Как уйти? Не чувствую себя виноватой в расставании. Спасибо. Смотрите. Два ключевых момента. Первое. Если мужчина вас, значит, унижает, обзывает и во всем обвиняет, то это такое тираническое поведение его страны. Именно тираническое, да? И тираническое поведение возможно только, когда есть сторона, которая принимает. Ну, принимает такой вот подход, да? Принимает такое отношение. То есть, ну вот вы, получается, такое его отношение почему-то принимаете. А вы сами говорите, что ну вот я его опять прощу, тогда... То есть, ну... То есть, ну... Это же вы... Выбираете его прощать. Никто. Не кто-то за вас. Выбирает. Вот. Почему-то... 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 Почему-то вы выбираете человека прощать. Вот. Интересно. 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 Почему вы выбираете человека прощать. Очень интересно. Очень интересно, с чем связана эта история, что вы выбираете человека прощения. Вот. Что вы как-то вот берёте, да, и мало, мало того, что вы позволяете ему, ну, позволяете ему с вами так обращаться, да? Ну, мало того, что вы позволяете ему как-то вот так вот себя с вами вести. Вот. Так, помимо этого, помимо этого, тут есть ещё и вот такая тенденция, что вы там боитесь как-то вот почувствовать себя виноватой, не хотите себя чувствовать виноватой. Вот. Вот это всё история про, эээ, про ваше восприятие себя. Это всё история про то, как вы к себе относитесь, по большому счёту. как-то, не знаю, не очень. Вот. Вы к себе относитесь как-то вот, ну, я бы сказал обесценивающе, да. так просто. Вы к себе так относитесь, ну, и человек к вам, соответственно, относится так же. И думать, соответственно, нужно на том, чтобы вот уйти. кх-кх-кх, потому что, ну, потому что вашим уходом ничего не решится, не решится проблема, ну, вашего поведения, не решится проблема вашего отношения к себе. Вот. Это всё, это всё, эти, эээ, все проблемы не решатся, у них все останутся. Вот. И вы получите реальную возможность, просто с другим мужчиной выстроить похожие отношения. Вот. И всё. Поэтому я думаю, что смотреть нужно как-то больше в корень проблемы. А корень проблемы заключается именно в вашем отношении к себе, в личных границах, в самооценке. Вот. в чувство вины, которое появляется вследствие вашего встречи с себя и другого человека. Да? Вот. Ну, то есть, например, появляется вследствие, эээ, там, допустим, определённых требований к себе. Вот. Вот. Вот, эээ, с этим, пожалуй, нужно работать, а не, эээ, уходить, убегая. Вот. Обратить, например, своё внимание на то, а вот, что я делаю для того, чтобы человека простить. Ну, я же делаю стопор для этого, я же его прощаю. Возможно, мне его жаль. Возможно, в этом заключается... Ну, один из нюансов. Не единственный, не единственный нюанс, это, эээ, это, эээ, само собой, что не единственный нюанс. Но, как вариант, что это, я, я же, эээ, что-то делаю, чтобы его простить. Ну, вот. Я, эээ, чувствую себя виноватой за, что там, ну, за расставание, вот, например, с ним, да, я чувствую себя виноватой, как вы говорите вы. А это что, вот, когда вы чувствуете себя виноватой, что такое? Это про ответственность. То есть, я виноват за то, что для меня что-то неприемлемо. Например. Я виноват, что хочу уйти от того, что мне что-то не нравится. Но вы почему-то воспринимаете это как вину. То есть, вы говорите, я не должна, наверное. А вот. Ну, в смысле, вот, эээ, в смысле, эээ, в смысле, ээээ, себе вы так говорите. Я не должна уходить. Я должна это терпеть. То есть, эээ, условно говоря, когда речь идёт про вас, условно говоря, когда речь идёт про ваш, допустим, комфорт, условно говоря, когда речь идёт про то, чтобы вам было хорошо, всё, чтобы вам было комфортно. Ну, вот. Вы как-то, вот, эээ, позиционируете себя как будто, как бы виноват. Я не должна жить. Хорошо. Всё. Ну, наверное. Наверное. Я не знаю, опять же. Да. Ну, наверное, вот. Это выглядит, это выглядит, наверное, так. Я не должна жить в России. Или человек, эээ, ну, вот, обязательно не справится. Ну, например. Тоже такой нюанс. Типа, дай ему ещё один шанс. Вот. Человеку. Вот. А вы даёте ему шанс, вот, ещё один, из какого, эээ, ну, из чувства? Из чувства любви? Или из чувства внутреннего требования, чтобы он, ну, изменился? То есть вы как-то хотите, чтобы он изменился? Надеетесь, рассчитываете на то, что он изменится? Такая история? Права с этой стороны? Вот. Если вы хотите, чтобы человек изменился, то это, вот, к сожалению, это не любовь. То есть, понимаете, да, вопрос здесь, какого, эээ, какого плана встаёт? Вопрос здесь, плана такого встаёт, ээээ, что я чувствую к мужчине? В котором я, вот, собственно, в отношениях. Что я к нему чувствую? Я его, допустим, люблю? Или я к нему, там, чувствую что-то другое? А если я к нему чувствую что-то другое, то что это? Что это, то что я к нему чувствую? Я просто хочу, чтобы он изменился, например. Я этого хочу. Ну вот. То есть, ну, тут вот можно говорить о зависимости. Такой вот ээээ эмоциональной зависимости здесь можно говорить. Вот. А здесь можно говорить о том, что вы эмоционально от человека зависите. И наша задача выключается в том, как мне видится и кажется, что бы, вот, помочь вам зависимости от него быть, ну, в меньшей степени. А для этого нужно на самом-то деле не так много. Эээ, нужно интересоваться, эээ, своей жизнью. Для этого. Для этого нужно быть внимательным. К себе. Например. К себе. Чтобы. Проблематика получила. Ну, получала. Или получила. возможность, потенциал для разрешения своего. Поэтому уход, ваш уход, ничего не решит. Уходить. От человека. Не обязательно. Чтобы решить, эээ, ну, вот. Проблему. Совершенно. Это более болезненно. И уход, я имею ввиду, более болезненно, более, ну, энергозаправно. Не надо прямо сейчас, в смысле, уходить вам. Прямо сейчас, я не думаю, что вам это что-то даст. Вот, решить, эм, свои, эм, психоэмоциональные проблемы, да, это, 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 по, это возможно. Это, это действительно возможно, это действительно возможно. Решить свои психоэмоциональные проблемы действительно, возможно, необходимо, нужно. Только следует, следует помнить, обязательно следует помнить, что речь идёт. Про вас, речь идёт про вас, речь не идёт про мужчину. И работа с чувством ины, личными границами, самооценкой, вот, страхом, одиночеством, возможно, и так далее. В целом развитии, внимательности к себе, потому что, вот, когда, например, вы говорите, что, ну, вот, я его возьму, да, и прощу. У меня вот, волей-неволей, да, такой вопрос, появляется, такой, а, извините, а, вот, ну, вы его просите, что вы делаете, чтобы его просить? То есть спросить, это как? Ну, буквально. Что такое? Что такое? Что такое? Прощение. Ну, то есть, вот, можете ли вы, допустим, мне, ну, просто объяснить, что такое прощение? Да, ну, вот, как-то важно понимание, что такое прощение, да, как вы это видите, вот, ну, опять вот, прощение, я имею в виду, как вы видите его, и так далее. Это вот очень, очень, очень важные и серьёзные вещи. Все. На которые вы же, вот, вообще, как будто бы, вот, ну, не обращаете внимания, не видите этого, не замечаете этого, а это важно. Понимаете, да? На этом всё, я надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать на собой работу. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. . . . Продолжение следует...